Вчера, 4 октября, Ростовский областной суд вынес приговор по делу о покушении на организацию и участие в массовых беспорядках 5 ноября 2017 года. Владислав Мордасов получил 6 лет и 7 месяцев колонии строгого режима, Ян Сидоров 6 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Сидоров и Мордасов признаны политзаключенными. Я хочу сделать акцент еще раз. Эти парни сели 5 ноября 2017 года. Уже два года они сидели в СИЗО. Никто о них ничего не говорил и не вспоминал. И это особенно интересно смотрится на фоне недавней акции, когда все актеры, режиссеры, ученые, космонавты, кого там только, блин, не было, высказывались за освобождение какого-то актеришки Петра Устинова, который, кстати, был показательно задержан, никогда ничего против Путина не высказывал, его просто случайно задержали или, как предполагают многие, акция была срежиссирована специально. Привлекли к этой акции актера, который 100% хорошо сыграл свою роль для того, чтобы показать, что если парень всего лишь ошибся или взяли его по случайности, а так против Путина он ничего не имеет, политикой не интересовался, как он открыто заявил, то, конечно же, его родное, справедливое российское государство освободит, и все у парнишки будет хорошо, даже карьера его пойдет в гору. А вот здесь два никому не нужных парня, два обученных парня, которых в очередной раз страна проживала и выплюнула в российскую тюрьму, где за 6 лет им наверняка поломают жизнь. Ну уж 100% через 6 лет они будут далеко не такими, как вот здесь на этих фотографиях. Предлагаю, прежде чем я расскажу детали этого дела, вспомнить вот этих двух клоунов. Ну, один еще на арене, другой уже за границей. Очень хорошо общались два отца Гапона. Каждый по-своему вызывал людей на улице. Ну, собственно говоря, кто-то погулять с уточками, а кто-то поносить футболку 5-го, 11-го, 17-го. И вот только из-за этого считал вот этот смешной Дед Мороз, что революция в стране состоится. Сам он, конечно же, на революцию не вышел, уехал заранее во Францию, сохранился, купил себе там хороший домик на донаты и сейчас собирает на очередную квартиру на колесах. Я даже слышал, что есть идиоты, которые до сих пор донатят. Так вот, эти двое ребят, наслушавшись всей этой политагитации со стороны Вячеслава Мальцева, наивные дети, поверили этому Деду Морозу. И создали в телеграмме закрытый чат, который так и назывался «Революция 5-го, 11-го, 17-го», где они обсуждали ситуацию в стране и критиковали власть. В принципе, все то же самое, что и делают все остальные. Но дело в том, что в Ростове накануне всех этих событий два года тому назад произошел крупнейший за всю историю города пожар. Сотни жителей частного сектора на театральном спуске остались без крыши над головой. Чиновники не особо спешили разбираться в проблемах людей, лишившихся крова. Ну и вот эти два активных парня, а мы знаем, как к активным относится российская власть, вышли с плакатами в пользу погорельцев. Ну, так сказать, наслушавшись, что вот-вот состоится революция, ведь 5-го, 11-го, 17-го, они решили, что это будет к месту. И 5-го ноября 18-летний Сидоров и 21-летний Мордасов вышли на площадь Советов. У них были плакаты и мегафон, то есть они хотели, так сказать, подогреть обстановку, чтобы у революционеров поднялось настроение. Они развернули плакат «Верните землю ростовским погорельцам». Их окушили люди, стали снимать на телефоны, юношей сразу же задержали и увезли. На втором плакате было написано «Правительство в отставку». Ужасный лозунг, просто дико террористический, можно сказать. И вот за эти экстремистские действия, ну прямо с жестко террористического направления «Верните жилье погорельцам и правительство в отставку», эти два парня получат по 6,5 лет строгого, я подчеркиваю, строгого режима. Ну, о том, что Вячеслав Мальцев, который после того, как сбежал за границу, неоднократно устраивал акции, опять же, по сбору донатов, для привлечения адвокатов, которые должны были помочь как раз-таки вот этим людям в разных частях страны, которые повелись и вышли 5-го, 11-го, 17-го. Понятное дело, ни один адвокат не был финансирован, донаты все улетели, как и все остальное. К Вячеславу Мальцеву вопросов никаких нет. Я просто не понимаю, как могут существовать лохи, которые вытаскивают свои деньги и этому Деду Морозу продолжают что-то там перечислять. У меня вопрос к другу Вячеславу Мальцеву, к Лехе Навальному. Ну, так как? Будут какие-то акции протеста, будут какие-то призывы? Может быть, напишите хотя бы коллективное письмо, ну, я не знаю, там, всем самым большим культурным научным деятелям страны, и чтобы они тоже вписались за этих ребят. Ведь про Петра Устинова ему грозил условный срок, условный и, возможно, домашний арест. А крику-то было. Ну, просто вот мне здесь, в Германии, уши закладывало того, как все вписывались за Петра Устинова. А здесь, извините, 6 лет строгого режима молодым ребятам. В общем-то, ни за что. И, как мне кажется, тишина. Если я не прав, просветите меня, напишите в комментариях, кто выступил в защиту этих ребят. Или, может быть, уже в Москве вот-вот состоится массовый митинг в поддержку политзаключенных и с требованием заменить такую жесткую меру наказания для этих двух, ну, наивных, обманутых детей. Ян Сидоров на суде сказал «Я не признаю свою вину. Я никого не призывал к погромам и поджогам, не распределял роли, не говорил, что нужно готовить взрывчатку. Я организовывал мирную акцию протеста». Я не состоял никогда в артподготовке. В том, что она признана экстремистской организацией, узнал только весной прошлого года, уже находясь в заключении. Наши действия не были нацелены на причинение вреда обществу. Конечной целью было решение проблемы погорельцев. Вот такие дела. Мое мнение, на месте этих парней, конечно, сидеть должен этот жирный Боров, который сейчас загорает во Франции. Если ему люди зададут множество вопросов, ответ будет обтекаемый. А вы что, хотели, чтобы меня там загребли? Ведь я же больше пользы приведу, вещая из Франции о том, как и что там в России. В общем, ребята, возмущает меня эта история. Возмущает своей тишиной, возмущает равнодушием, как я уже говорил, эта конченая страна. Вот реально конченая. За подобные акции 6 лет строгого режима. Фактически поломанная судьба этих двух молодых ребят и тишина в так называемом оппозиционном пространстве России. Позор вам, так называемые оппозиционеры. Ну а Леха Навальный скатился на несколько пунктов ниже, лишний раз доказав, что если ты Алексей Навальный, ты можешь призывать тысячи людей к митингам и даже собрать их, при этом максимально, что тебе грозит, это 10 суток ареста в условиях, возможно, очень близких к идеальным. Ты можешь выезжать, отдыхать за границу, лечиться. У тебя будет все в порядке. В материальном плане ты будешь самый богатый оппозиционер в мире и самый успешный адвокат, который, не ведя никаких дел, будет иметь больше 100 тысяч долларов прибыли в год. Вот так нужно жить и работать. А вы переживаете, что Алексея Навального кто-то обижает. У него все в порядке. У Алексея Навального проект за проектом. Открыли проект голосования, сделали, забыли. Сейчас на повестке, наверное, будет еще какой-нибудь проект. Опять заведут заварушку, устроят, так сказать, представление для политозабоченных, а потом опять забудут. А люди, вот такие мелкие судьбы, их набираются уже сотни по всей стране, политические заключенные будут отбывать свои сроки. И оппозиционеры засунут свой язык в очередной раз в известное место. И я почти уверен, что никакой реакции не будет. Продолжение следует... Продолжение следует...